Рупорная антенна А полоса антенны будет определяться характеристиками используемого волновода. Вообще, такая антенна предназначена для работы в широком диапазоне СВЧ-волнов. Примерно от одного до нескольких рецептов гигагерц. В зависимости от формы рупора определяют несколько типов антенн. H и C-2, пирамидальные, с прямоугольным цепеньем, механические, с круглым расходом. Форма очень важна. Например, самые распространенные пирамидальные антенны имеют линейную приоритацию излучения, а хронические – круговые. Используется рупорная антенна как в качестве самостоятельных излучателей, например, для передачи данных, так и в комплексе зеркальной антенны в качестве облучателя. На практике рупорная антенна широко используется для космических аппаратов. Какие у такой антенной недостатки? Ширина диаграммы направленности сильно зависит от физических размеров антенны. Для получения остронаправленного излучения приходится делать антенну с весьма большой длиной рупора. Лучше всего, когда она пропорциональна квадрату размеров раскрыва, то есть у большого сечения LH и LE. А ширина диаграммы направленности обратно пропорциональна LH или LE в первой степени. Отсюда видно, что для сужения диаграммы направленности в 1 раз, ширина раскрыва должна быть увеличена n раз, а длина рупора – 2n раз. Для достижения большего отселения длину рупора придется делать излишней большой. Это неудобно в использовании, но в таких случаях используются зеркала и линзы в раскрыве рупора. Использование рупора как облучателя параболической антенны дает нам в комплексе новое устройство, которое будет отличаться от диаграммной направленности и с инфляцией боковых крепежков. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...